И пляшут, и танцуют, и крестиком вышивают. И все это без стопроцентного зрения. Нижнекамскому обществу слепых исполнилось 30 лет. Сейчас на их попечении находится порядка 450 человек. Это инвалиды по зрению и их опекуны. Наша организация предназначена и создана для того, чтобы помогать интегрироваться и социализироваться инвалидам в обществе. Мы должны их приобщать к культуре, к спорту, учить ориентировки, проводить различные культурно-массовые мероприятия. Наша организация, она вообще, это и психолог, это и няня, это и добрый, хороший друг. Обычно они сами дарят праздник другим. Но в этот день поздравить с юбилеем общества слепых собрались их друзья, спонсоры и администрация. Если вы будете активны, если вы будете инициативны, мы будем стараться вместе с вами развиваться, чтобы делать общество равных возможностей. Я хочу поздравить всех с этим юбилеем, пожелать всем крепкого здоровья, процветания, хорошего настроения и всего самого-самого наибольшего. Вот когда говорят инвалиды, немножко как-то у меня не сопоставляется. Мы говорим, осенняя хандра, какая-то у нас депрессия. Я смотрю на этих людей, у них ни хандры, ни депрессия, у них всегда солнце, они поют, они творят. Общество слепых существует исключительно за счет привлеченных средств и благодаря помощи других людей. Если и вы хотите посодействовать, звоните по телефону, который вы видите на своих экранах. Эти люди не требуют к себе особого отношения, лишь быть чуточку внимательнее. Помочь с выбором продуктов, в магазине указать номер дома или трамвая. Вам проявить заботу легко, а другому человеку будет очень приятно. Анастасия Попова, Рафель Ракипов, Новости НТР.